Привет, меня зовут Стас Быков, сегодня вместе с вами разбираемся как же работать на ютубе, давненько не было данной рубрики на моем канале и самое время обсудить что сейчас работает, что необходимо делать чтобы видео выходили на целевую аудиторию, есть ли какие-нибудь секретные секреты, есть ли какие-нибудь механизмы, механики работы с вашим видео, для того чтобы замотивировать зрителя кликнуть, ну и дальше конечно же продолжить просмотр. Конечно же ютуб это комплексная система, недостаточно просто выиграть ролик и вот уже он начал распространяться на главную страницу в систему рекомендаций или в поисковой выдаче вышел. То есть здесь учитывается много факторов, то есть есть такие триггеры которые влияют на вашего потенциального зрителя и они все должны сработать. Сейчас мы посмотрим статистику моего канала, проведем аналитику, сделаем выводы и в конце этого видео у вас будет понимание что сейчас работает на ютубе и вы сможете применить эти знания на свой канал. Погнали! На ютубе я работаю с 2014 года и уже на данный момент записал практически 900 видео, вы представляете? Да, конечно же за это время какой-то опыт у меня появился и я на протяжении этих 8 лет постоянно рассказываю разные советы по созданию сайта, по продвижению на ютубе, по SEO оптимизации и то что у меня получается я рассказываю уже в мастер-классах, которые есть у меня на канале. И вопрос с ютубом всегда стоит открытым, потому что алгоритмы постоянно меняются, то есть нужно понимать как работать с системой, как здесь интерфейс поменялся, вы теперь не знаете где кнопочка, аналитика, статистика, все это необходимо для того чтобы успешно работать на ютубе. Но что остается неизменным, как я считаю, потому что уже все 8 лет применяю эти знания, это SEO оптимизация, вы я думаю тоже понимаете, что оптимизация под ключевые запросы, она необходима, особенно если у вас бизнес, особенно если у вас ниша образования и вы можете выходить на целевого зрителя. Здесь мы с вами сразу подбираемся к вопросу, а кто ваша целевая аудитория, понимаете ли вы для кого снимаете и если вы ответите на этот вопрос, вы сможете уже свой ролик, подачу своего контента, те фразы, которые вы там говорите, видеоряд, картинки, все это подстраивать уже под целевую аудиторию. Это очень важно, потому что на этом будет строиться ваше удержание, а сейчас самое главное это удерживать зрителя. Давайте посмотрим, что у меня творится на канале сейчас за последние 90 дней, наверное по контенту, то есть мы видим, что я сейчас не так часто выгружаю видеоролики, но они у меня оптимизированы под конкретный целевой запрос. Вот например, Тинькофф, кстати, видео Тинькофф я выгрузил больше года назад, вот 3 февраля 2022 года и мы видим, что оно даже сейчас набирает просмотр. Почему? Потому что есть целевая аудитория, которая выходит по ключевому запросу. Давайте, кстати, этот ролик посмотрим вот за все время, как там он развивался, как прокачивался, откуда вообще идет трафик. То есть у него был спад, потом снова рост, снова спад, снова рост. То есть это постоянные такие горки на ютубе. И сейчас мы можем посмотреть более детально информацию по данному видео. Давайте вот здесь нажимаю, открыть статистику, то есть работа со статистикой, это второй момент, который нужно понимать. То есть постоянно нужно смотреть на показатели вашего видео. Ниши у всех разные, у всех разная тема, у всех разная подача. Я знаю много каналов, которые работают в нише образования или даже вот в игровой тематике. Игры одни и те же, но разное количество просмотров, разное количество активностей. Потому что от человека все зависит, какая у него подача, как он общается. Ну и плюс, конечно же, алгоритмы никто не отменял. Как они сработают в данный момент, в данную секунду, когда вы выгружаете свой ролик. Здесь мы видим, что на данном видео сейчас 256 тысяч просмотров. Удалось заработать практически 500 долларов. И мы видим, что есть также прибавление подписчиков. То есть это видео мне принесло 5000 активной аудитории. И если эта аудитория, она остается на канале и смотрит другие ролики, она превращается в постоянных зрителей. Вы понимаете? И чем больше будет постоянной аудитории, то есть на вашем канале, тем больше шансов, что этому видео будут показы. Показы могут быть на главной странице, показы могут быть в системе рекомендаций, это правый столбец. Ну и также он по SEO, по ключевому запросу тоже этот ролик будет выходить. Поэтому сейчас весь упор я бы рекомендовал делать на работу с аудиторией. Если аудитория, люди, целевая аудитория, зрители не будут смотреть ваш ролик, конечно же, так просто сам по себе он не уйдет в рекомендации, ему не будут даваться показы. Есть какие-то стартовые показы, вот когда вы только-только создаете канал, да, вы выгружаете ролики, есть показы. Но если они не оправдывают себя, нет кликабельности по значку, то, конечно же, эти показы будут уменьшаться, уменьшаться и в конце концов все следующие ролики, так как статистика уже испорчена, то есть CTR картинки он низкий, то получается, что и следующие ролики уже меньше вероятность, что куда-то пойдут. Ну вот здесь мы видим, что так как трафик у меня идет через поиск, вот здесь внизу в самом, это за все время, да, вот с момента публикации, мы видим, что с подпиской 2,4%. Конечно же, что-то с этим надо делать, поэтому у меня ролик-то и не выходит в рекомендации. Основной трафик здесь из поиска. В поиск мы можем уйти, и это логичный вывод, что из поиска идет новая аудитория постоянно. Подписчики посмотрели и забыли, да, а новая аудитория, приток весь этот год идет, идет, и мы видим вот синие, это новые зрители, то есть постоянно они идут, и поэтому вот время просмотра подписчиками, оно как бы с подпиской, оно меньше. Если бы ролик выходил в рекомендации, да, возможно, была бы другая ситуация. Ну вот если мы посмотрим по охвату, также за все время, мы с вами видим вот поиск на ютубе, да, вот он набирается, и с поиска на ютубе было 1 миллион показов, и 234 тысячи просмотров набрал. Средний просмотр продолжительности, да, 4 минуты 22 секунды, и в часах это 17 тысяч часов. А CTR картинки хорошие, то есть 20%, опять же делаем себе пометочку, что необходимо, чтобы кликабельность картинки была высокая. Больше 10% я бы вам рекомендовал. В этом случае, опять же, ютуб увидит, что ролик интересен целевой аудитории, и она будет кликать. Почему я говорю постоянно целевой аудитории? Потому что сейчас на ютубе работает система рекомендаций, персональная выдача. У меня ролики показываются одни, у вас другие, потому что ютуб смотрит историю ваших просмотров, историю ваших запросов. Он смотрит, какие куки, да, у вас там, и какие были вообще просмотренные, какие вы лайкали, какие комментировали. И это все, он составляет портрет целевой аудитории. Вы, аватар, да, на ютубе, у вас есть какие-то характеристики, и он вам уже рекомендует видеоролики других авторов. Точно так же и вы, как автор, вы должны это понимать и записывать видео уже под целевую аудиторию. Конечно же, нужно прощупать эту аудиторию, вы можете и в Wordstat Яндексом использовать, вы можете Юми, который я постоянно рекомендую тоже, смотреть на потенциал аудитории. Ну, давайте, я каждое утро сажусь, открываю сервис, любой открыватель для системы статистики, но я нашего отечественного разработчика поддерживаю, здесь всегда смотрю. И вот, например, у меня есть PS Vita, я приобрел ее, записал видео, и у меня сейчас на естественном трафике набираются просмотры. Вот, PS Vita. И давайте посмотрим потенциал, то есть сколько может быть просмотров. Да, я вижу 252 тысячи поисковый объем, это в месяц, но это на весь мир. И давайте посмотрим на Россию, то есть обзор ставлю, посмотрим более детально уже в России. Так, 1300, мы делаем сортировку и смотрим игры. Nintendo Switch 1 миллион запрос, опять же, это на весь мир. PS Vita 252. Мы, опять же, можем составить, что Nintendo Switch более популярен. Далее мы смотрим другие тоже устройства. И здесь мы можем с вами еще посмотреть, вот запрос содержит Vita. Давайте сделаем сортировочку, то есть выборку уже, выборку из того, что есть. Поисковому объему, и вот мы смотрим, да, PS Vita игры 2000, прошивка, эксклюзивы. То есть даже в обзоре техники можно посмотреть. Можно посмотреть по конкретным играм. Вот давайте посмотрим ради интереса в режиме инкогнито. Сейчас открою окно и где мой ролик. Я на него месяц, месяц не заходил. Сейчас мы посмотрим, есть ли вообще он в поиске. То есть запрос PS Vita. Сначала возьмем широкий, да, запрос. Видите, здесь из разных стран показывается. Сейчас вспомнить бы свою картиночку, да, чтобы не пропустить ее. Ну там канал начинающий был, поэтому он может, я мог даже пропустить. Давайте обзор добавим, чтобы локализовать, да, этот запрос. Так. Какая же там, вот, нет. Да, 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 вот она. Купил PS Vita в 22 году. 3000 просмотров на нулевом канале. Вы понимаете? То есть нулевой канал, видео в топе и оно набирает просмотры. Сколько здесь? Привет, привет. Три видео. Одно выгружено год назад, два месяца и два месяца назад. То есть на естественном трафике. Если дальше продолжать работать с контентом, вы будете выходить на целевую аудиторию. А целевая аудитория сейчас решает. Поэтому продумайте заранее контент-план. Какие видео вы будете записывать. Сейчас без этого вообще никуда. И просто начинайте пахать. Вот без остановки. Вот я вам точно говорю. Вот 500 видео запишите. Если у вас будут нулевые показатели, тогда вам нужно обратиться к видеоурокам. Посмотрите, что вы делаете не так, да. А так вот снимайте контент, который вам нравится, да. Потом можно продумать, как это монетизировать. Можно уже будет, например, вашу услугу продавать. Может быть, ваши товары можно продавать. Не обязательно же выходить на миллионную аудиторию и зарабатывать на просмотры, да. Можно монетизировать свой труд и можно на этом зарабатывать. Можно зарабатывать на продаже ваших товаров, на хендмейд, да, которые вы делаете. Можно продвигать свой бизнес, салон красоты. То есть на ютубе всегда есть чем заняться. Просто подберите грамотно стратегию и поймите, кто ваша целевая аудитория. Вот это самая главная мысль в сегодняшнем видео. Целевая аудитория. И тогда у вас все будет здесь получаться. Да, вот у меня получилось заработать. Ну, сейчас трафик по заработку, вы сами понимаете, упал. Рекламодателей нету, да. На 90% просадка. Но, тем не менее, вот за год получилось заработать 2,5 тысячи долларов. Эх, раньше за месяц только зарабатывал. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под этим видео. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.